В Гомеле прошел первый хакатон для школьников. Юным программистам пропоновали створить властный проект за 8 годин. Выкрик приняли 50 подлетков. Пераможцу вызначали командным залейку. Усе подробностей в сюжете Яугиня Кухаронак. У дельники хакатона юнаки и девчаты во взросле от 14 до 17 годов. И они самостоянно размерковались по командах у каждой 5 человек. Перед ними стояла задача за 8 годин – створить чат-бот, а после его презентовать. У допомогу молодым и креативным были призначены менторы, опытные программисти. Конкретной тематикой школьников не обмежевывали. Повная свобода выбору, на какой перспективной идее спинится. Как родилась идея этого проекта? На взрослых хакатонах в Минске очень часто приходили дети, тинейджеры. Они постоянно бегали между командами и даже выступали с какими-то предложениями, вопросами. И мы подумали, что, наверное, в этом есть смысл дать им слово. Часу на распроцовку проекта не так шмат, как сдаётся на первый взгляд. Однако и организаторы разумеют, что на полновартостный стартап, готовый до запуску, потребуются дни и тыдни, а не годины. Тому оценивают отриманные IT-продукты и работу команды по особливых критериях. У нас нет каких-то ограничений для ребят, но нам важно, чтобы они понимали, как сделать из проекта свой стартап. Проект должен окупаться, проект должен быть интересен потребителю. Они должны понимать, как монетизировать проект. Это самое важное. То есть то, что мы хотим сегодня дать, это чтобы они научились работать именно над идеей и делать из идеи продукт. Атмосфера на интенсиве навод простых назиральникова поштруховывала до новых идей. Так было выражено на наступный подлетковый хакатон запросить больше школьников из райцентра в области. Цековые нововведения могут ждать и в уголе сферы эдукации региона. Присматриваемся, может быть, мы что-нибудь интересное увидим для того, чтобы какие-то новые специальности открыть в перспективе, может быть, и в профтехобразовании, и в среднеспециальных учебных учреждениях. Потому что на сегодняшний момент кое-какие специальности, скажем так, вымирают, они востребованы, но эти технологии были и есть, и пока на сегодняшний момент будут толкать мир вперед. Пераможцы первого хакатона – сборная команда Мазырского областного лицея, 11-й школы Гомеля и 56-й гимназии имя Вишневского. Юнаки представили на суджуры чат-бот, який генерируя пароли и проверяя их. И она драмали махчимость презентовать свой стартап у Минска подчас агульно-республиканского спаборництва. Евгений Кухаронак, Василий Сипцов, Телерадо, Кампания, Огомель.